Тема 675, именные подарки Из одного интервью, которое я прочитала на каком-то сайте, я узнала, что малый бизнес сегодня испытывает огромные трудности с продажами Владелец мебельной мастерской рассказывал, что в течение последнего года у него вообще перестали покупать крупногабаритные изделия, стоимостью от 8 тысяч рублей выше Но он быстро сориентировался и начал делать мелкие, дешевенькие безделушки, примерно такие, как на картинке ниже, которые люди стали покупать в качестве оригинального подарка, и его дела выправились Мне кажется, оригинальные недорогие подарки будут покупать всегда, даже в тяжелые времена Потому что кризис кризисом, а поздравлять родных и друзей необходимо И чем оригинальнее будет подарок, тем Лучше Потому что практичные вещи все и так давно себе уже купили Нужно дарить то, чего у человека еще нет У нас у всех нет ничего подобного, потому что массовое производство не создает индивидуальных подарков по определению Чтобы добиться внимания покупателя, нам нужно своим подарком задеть его за живое, имя или понятное поздравление Наша задача, сделать из продукта массового производства именной подарок, тогда его купят Например, выбить на металлических кружочках инициалы человека, получится уникальное индивидуальное украшение Более того, можно производить даже абсолютно ненужные вещи, как открытки, не обязательно бумажные, подписывать их и дарить Например, можно сделать оригинальную Деревянную открытку, недорого, индивидуально и мило Ее можно поставить на комод, любоваться самому и показывать гостям Креативные рукодельники придумали открытки не только для комодов, но и для кошельков Одна предпринимательница пишет поздравления, и продает их, на металлических дощечках Их можно хранить в своем кошельке, там, где мы храним банковские карточки А другая креативная художница, и скульптор по совместительству, пишет свои поздравления на грушах, сделанных из полимерной глины И у нее эти груши покупают, как горячие пирожки в Москве у метро Посмотрите сами на статистику Ее-магазина ЕЦИ.ком.бар.шоп.бар.раскиэрт У нее более 17 тест-продаж Эти поздравления на английском языке, потому что я взяла их Американского сайта ЕЦИ Но представленные рукодольники живут не только в Америке и торгуют не только на ЕЦИ Одна из них живет в Италии и продает свой товар, в том числе на улице своего города А если вы прочитаете идею именной ложки, то поймете, что продавать подобный товар можно и в России, на улице, на ярмарке, и в торговом центре своего города Главное, попадаться на глаза максимальному количеству людей И чтобы проходящий мимо народ на ходу успевал бы понять, что вы продаете Чем ярче и проще внешний вид подарка, тем он привлекательнее Чем понятнее фраза, написанная на нем, тем ближе она прохожему Тем выше вероятность, что он будет готов этот товар купить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон»